На текущей неделе выяснилось, что Telegram передает голосовые сообщения для расшифровки в компанию Google LLC, которая является дочерней организацией Alphabet Inc. В обновленной версии условий использования мессенджер Telegram сообщил, что делится голосовыми сообщениями с третьими лицами в определенных случаях. Почему это делается? Потому что у Google есть отработанная технология по распознаванию речи, уже готовой модели. В сети обсуждался вопрос, почему Telegram не мог это делать у себя, но это дополнительный затрат для Telegram. Скажем так, ему это выгоднее делать, используя сервисы Google. В условии пользовательского соглашения Telegram в одном из пунктов транскрипция голосовых сообщений по запросу пользователя говорится. Поскольку Telegram может полагаться на третью сторону, Google LLC дочернюю компанию Alphabet Inc. для преобразования голоса в текст содержания голосовых сообщений, которые пользователи решают преобразовать в текст, может быть передана Google для получения их расшифрованных версий. Сразу скажу, что понятно, зачем нужен IP-адрес, и это вовсе не проблема отслеживания данных. Дело в том, что голосовое сообщение должно распознаваться на том языке, на котором оно было записано, а это, собственно говоря, может коррелировать с тем, в какой стране или в какой географической локации это голосовое сообщение было записано. Соответственно, зная IP-адрес, можно, собственно говоря, предугадать регион, в котором оно записывалось, и, значит, правильно и корректно распознать речь. Политика конфиденциальности и передача данных пользователей уже была нарушена в 2015 году Павлом Дуровым. Ключи шифрования и личные данные передавали спецслужбам. Ранее Павел Дуров пояснил, что политика конфиденциальности была приведена в соответствии с новым европейским законом об охране данных. И напомнил, что в новом пункте правил мессенджер оставил за собой право передавать IP-адрес и номер телефона пользователей соответствующим службам по решению суда. Виктория Козырева, Универньюс. Универньюс.